Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Поздравительная речь спикера парламента Западной Армении. Меркель и Пашинян обсудили повестку армяно-германского сотрудничества. Количество субъектов предпринимательства в Арцахе в прошлом году увеличилось на 716. Президент Саркян. Германия продолжает сокращать продажи оружия в Турцию. NBC США при выводе войск из Сирии в последнюю очередь покинет базу Эдт-Танфи. В Ереване скончался знаменитый курдский музыкант Эгиди Джимон. Открытие седьмых всеармянских игр состоится 6 августа в Степанакерте. Достопочтенный господин президент. От имени Республики Западной Армении, Национального собрания Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с назначением президента Западной Армении. Как мы знаем, 17 декабря 2004 года в Шуши вы создали Национальный совет Западной Армении. Национальный совет, который спустя годы стал основой Республики Западной Армении. Свидетельство успешного формирования армянской государственности и отражения многовековых мечтаний нашего народа на пути к независимости. Вместе мы начали осуществлять борьбу армянского народа за свои права, политика расширения разносторонних связей, укрепления репутации государства на международной арене и налаживания партнерских отношений с зарубежными странами. Это лишь малая часть тех начинаний и дел, которые вам удались. Мы высоко ценим то, что вам удалось как коренному представителю Армянского Нагоря представить нас в ООН. Неоспорим ваш вклад в деле обеспечения безопасности нашего народа. Одним из наиболее важных достижений независимой Западной Армении должно стать создание мощной армии, способной неуклонно защищать безопасность Западной Армении и армян-беженцев под вашим чутким командованием. Мы будем продолжать поддерживать ваши усилия по дальнейшему развитию стратегических интересов Западной Армении, которые основаны на взаимном уважении. От имени Национального собрания Западной Армении, от лица депутатов, я желаю вам успехов в бескомпромиссной борьбе за Республику Западной Армении и за армянский народ. Будьте уверены, господин президент, что мы сделаем все для поддержки вашей политики во благо нашей страны. Желаю вам и всем гражданам Западной Армении успехов, устойчивого развития и благополучия нашей Родины. С глубоким уважением. Агван Тона Конян, президент Национального совета Западной Армении. Находящийся с официальным визитом в Федеративной Республике Германии премьер-министр Армении Никол Пашиня встретился сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщили Армен Пресс, в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении официальная церемония встречи состоялась в резиденции канцлера Германии. Были подняты флаги ФРГ Армении и ЕС. Солдаты почетного караула и военного оркестра стояли вдоль красного ковра. Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала и отметила важность официального визита премьер-министра Армении в Германию, выразив уверенность, что этот визит придаст новый импульс армяно-германскому дружественному сотрудничеству. Ангела Меркель также отметила, что Германия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Арменией и готова обсудить перспективы расширения двусторонних связей. Премьер-министр Никол Пашинян поблагодарил за приглашение посидеть в Германии и поприветствовал возможность вновь встретиться с канцлером Меркель и продолжить важные обсуждения по укреплению армяно-германских отношений. Коснувшись углубления армяно-германского экономического сотрудничества, Никол Пашинян и Ангела Меркель обсудили процесс реализации совместных программ в области информационных технологий, охраны окружающей среды и других сфер, а также возможности новых инициатив. Была достигнута договоренность о продолжении активного диалога по реализации различных экономических программ. Стороны также коснулись работ по либерализации визового режима с Европейским Союзом. Собеседники также обменялись мнениями по урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы. Двусторонне была подчеркнута важность переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, как имеющего международный мандат единственного формата, который занимается данным вопросом. Количество субъектов предпринимательства в Арцахе в прошлом году увеличилось на 716. Об этом сообщил Бако Саакя на заседании правительства и подчеркнул, что в прошлом году в целом удалось осуществить намеченные программы и обеспечить развитие экономики. Один из важных стимулов динамичного развития экономики – это создание, сохранение и развитие соответствующей предпринимательской среды, формирование благоприятного поля для малого и среднего бизнеса. Среди ключевых целей нашей экономической политики – создание конкурентного преимущества бизнес-среды Республики Орцах, подчеркнул в своем выступлении Бако Саакян. Президент НКР также отметил, что Республика Орцах – это социальное государство, и социальная сфера всегда занимает первоочередное место. Германия, продавая оружие в Турцию, принимает во внимание опасность применения его против вооруженных курских боевиков, действующих в Сирии, заявило Министерство финансов Германии в ответ на письменный запрос парламентской группы Бундестага. В министерстве подчеркнули, что правительство тщательно изучает заявки на немецкое оружие из Турции. Кроме того, в результате попытки военного переворота в Турции 15 июля 2016 года и последовавшей за этим внутриполитической напряженностью Германия ужесточила ранее уточненные условия продажи оружия Турции. В 2017 году продажи резко упали, и Германия продала Турции оружие на 34 млн евро, а в 2018 году на 10 млн евро. Американские военные при выводе контингента США из Сирии в последнюю очередь намерены оставить базу в Эд-Танфе на стыке границ Сирийской Арабской Республики, Ирака и Иордании. Как передает Армен Пресс, об этом сообщил в четверг американский телеканал NBC. По словам его источников, Пентагония не исключает, что президент США Дональд Трамп может изменить планы вывода американских войск из Сирии и решить оставить какие-то части на указанной базе. Как подчеркивается в публикации, в администрации США продолжаются дискуссии о том, следует ли вообще покидать эту базу. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, в частности, выступает против данного шага. Он полагает, что присутствие американского контингента на базе затруднило бы расширение влияния Ирана в Сирии. В материале констатируется, что в настоящее время в Сирии находятся около трех тысяч американских военнослужащих. В последние недели в страну были переброшены дополнительные силы, которые должны оказать содействие о выводе войск США. Ожидается, что данный процесс будет завершен к середине весны. Умер знаменитый курдский музыкант Эгиди Джимон, который известен по имени Мири Белури. Знаменитому музыканту было 87. Его игра на дудуке была сказочной. Джимон родился в 1932 году. Его семья была выслана из Западной Армении провинции Вана в зал по Восточную Армению. В одном из интервью музыкант рассказал, как познакомился с дудуком. «Рядом с нашей деревней играли свадьбы. И мне нравилась свадебная музыка». На окраине нашего села Чемше были камыши. Однажды я порезал трость, сделал в нем отверстие и начал играть. После этого я почувствовал, что должен заниматься музыкой. Наш дом был немного выше, чем остальная часть деревни. Голос дудука был очень красивым. Звук моего дудука был очень популярен среди жителей деревни, рассказывал музыкант. В 1955 году Джимон начал работать музыкантом на подразделении Курцкого радио, Ереванского радио. Одновременно Джимон окончил музыкальное училище имени Романоса Меликяна. Открытие седьмых всеармянских игр состоится 6 августа в Степанакерте. Как передает Армен Пресс, по предварительным сведениям, игры полностью должны были быть проведены в Арцахе. Однако пока что запланировано, что 6 августа в Степанакерте состоится официальная церемония открытия седьмых всеармянских игр. 7 августа состоится тур по Арцаху для команд-участниц, и они вернутся в Ереван. Закрытие седьмых всеармянских игр состоится 17 августа. Помимо других команд на всеармянских играх также будет представлена сборная Западной Армении. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Диваны Тенкеш. Субтитры создавал DimaTorzok